Петрозаводский автовокзал был построен в 1971 году. С тех пор ему ни разу не довелось испытать счастье капитального ремонта. Вот мы заменим в ближайшее время двери, и внутри здания будем приводить порядок, насколько средства позволяет. Но средств практически нет. По словам Анатолия Терентьева, до 90% пассажиров пригородного сообщения пользуются правом бесплатного проезда. Недавно на два полностью загруженных автобуса был куплен всего один билет, и тот на собаку. Наобещав золотые горы льгот своим гражданам, государство не имеет возможности компенсировать затраты тем, кто их непосредственно предоставляет. У автоколонны 1126, которая обслуживает междугородние перевозки, нет средств не только на приобретение новых автобусов, но и на ремонт уже имеющихся. Если в середине 80-х автовокзал располагал ежедневно 46 машинами, то сейчас с трудом может набрать 29. В основном, по списку, который показывает руководство автоколонны 126, у автобусов износ 100%, 98%. Лиазам, например, по паспорту положено отправляться на свалку после 550 тысяч километров пробега. Те, что ежедневно отъезжают от Петрозаводского автовокзала, уже прошли по миллиону и более. Как считает Анатолий Терентьев, для нормального функционирования пригородных линий необходимо приобрести хотя бы 20 новых автобусов. Денег нет даже на один. Если ситуация с финансированием междугородних перевозок не изменится, то, возможно, уже этим летом все проблемы решатся сами собой. Автобусы развалятся от старости, а пассажирам придется переквалифицироваться в пешеходы.